Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе в ВК. Прикольный домик. Ну это точно тот и тот адрес. У кого ключи? У меня. Ребята, welcome, пойдем. Вот здесь будем снимать. Нормально. Сейчас я быстренько осмотрю домик и вернусь. Давай. Не знаю, я хочу почилить. Так, а я поиграю в игрушку на телефоне. Ну наконец-то я дома. Ого, люди! Наконец-то можно творить всякую дичь и веселиться над этими беспомощными существами. Ну что ж, начнем веселье. Глент, ты что? Э, что подушкой бросаешься? Я не бросался, я лежал, он играл в игру. А кто меня бросил? Пиздрак, по-твоему? Ты что, вообще уже с ума сошел? Ты с ума сошел. Я думаю, что колу в холодильник поставлю. А сейчас с тобой разберемся. Вообще уже с ума сошел. Ничего не бросать с подушками. О, вкусняшка. Только чуть-чуть теплое. Так, ладно? А что это такое вкусное? Что за бред? Я же ее на стол поставил. Что в этом доме происходит? Происходит маленькая садорная привиденница. Ладно. Портфель упал! Что тут вообще происходит? Это Владос? Это Риви? Или это я уже? Так, странная фигня. И это только начало. Риви, я не понял, это вообще-то мое место. С чего это твое место? Пусто было, когда я пришла. Я тут лежал, вон мой рюкзак лежит. Я ее под голову клал. Давай, двигайся. Какой ты вредный, Глент. Ты вредная. Удобно? Прекрасно. О, Риви, какое имя интересное. И сама прикольная. Надо подружиться. Риви, ты прикольная. Спасибо. Мог бы просто извиниться. Чего? Ну спасибо за записку. Ты что, ничего я не писал? Да, не писал, не писал. Спасибо, мне приятно. Нет, нет, не я. Блин, ну как бы мне с ней подружиться? Думаю, что вместе мы бы очень круто могли проводить время. Веселиться, пранковать всяких неудачников. Да и вообще, круто было бы, если бы у меня появилась подружка. Да, она еще и красотка. Так, что же делать, что же делать, что же делать? Просто оставляйте сообщение, но не вариант. Ну не испугается еще и свалит из дома. Можно, конечно, попробовать объяснить. Ну блин, она ж меня не услышит. Походу, остается только один вариант. Сделать ее призраком. Пацаны! А это не пацаны. Чьи это? Ребята, вы что, со всем в тума зашли? Мы опять со своими дурацкими приколами. Где вы? Я сейчас вам устрою. Надоели своими дурацкими пранками. Блин, не сработало. Ну ничего, у меня есть еще пара идей. Скользкий пол и плитка на полу точно сработает. Осталось дождаться Риви. Добро пожаловать. Ай, пацаны! Вы что, обалдели? Я же умереть так могла. Живучая попалась. Блин, вы где? Опять успели убежать. Больно. Ладно, будем дожимать. Так, это ерунда. С этого вообще никакого смысла. А вот это подойдет. Пацаны, вы куда подевались? Ну блин, почему я должна постоянно их искать где-то? Что это? Очередной пранк какой-то? Колесики заменили, да? Или что-то подвели сюда? А, подвели, может, да? Знаю я вас, вот дурочку меня держат. Да нет. Нормально все вроде. Ладно, сейчас покатаюсь немножко и найду вас. Он мне поможет вас найти. Между прочим, буду ехать! Шмякнуло сильно. Надеюсь, сработало. Вот я смотрю на все эти статуи и рисунки из Греции. У меня вопрос. У меня что, трусов раньше не было? Кто это слышал? Ну а? Звук, как будто бы кабан упал. Что, что случилось? Смотри. Все, капец. А пульс есть? Я не чувствую. Ну, Риви, ну где твой призак? Ну давай, выходи. Ну неужели опять не сработало? Она на своем скейте опять трюки делала. Ну не умеет же, надо скорую вызывать. Ой-ой-ой. Иди сюда, я адрес не помню. А нам что-то будет или как это? Скорая? Не надо нам тут никаких докторов! Ай, голова болит. Ой, какое странное чувство. Это что, я? И это я? Я призрак, обалдеть! Что? А где я? Я что, умерла? Добрый день, Риви. Меня зовут Ангел Добрович. Я буду представлять интересы рая. Какого рая? Мне еще рано. Кто-нибудь может мне объяснить, где я? Вы, дамочка, находитесь на небесном суде. Сегодня будет принято решение, куда вы отправитесь. В рай или ад? Чего? Вы вообще кто? Простите, забыл представиться. Меня зовут Демон Злодеянов. И я буду представлять интересы ада. Тишина! Начинаем заседание. Рассматривается дело 777666. На скамье подсудимых небесного суда гражданка земли Риви. Сегодня суд вынесет приговор, куда она отправится. В ад или рай? Представители рая на месте? Да, Ваша честь. Представители ада? Да, Ваша честь. Угу. Риви родилась. Упала. Все понятно. Итак, суд ознакомился с делом. Небесные представители готовы начать? Да, Ваша честь. Хорошо. Тогда объявляю судебное заседание открыто. Готовьте факты, аргументы. Через 10 минут суд вас выслушает. А я что буду все это время делать? Объявляется перерыв. Так, а тут что происходит? Ну что скажете, доктор? Ну, что я могу сказать? Пульс есть. Состояние средней тяжести. Но стабильное. Стабильное это хорошо, доктор. Хоть живое. Ну да. Средней степени. Что это значит? Ну, это значит, что Ваша подруга получила серьезную травму. В данный момент ее жизни ничего не угрожает. Но это только пока. В смысле пока? Так, может это ее в больничку пока вот это вот ваше время не наступило? Ага, как обычно, хочешь от меня избавиться. Сейчас состояние нетранспортабельное. Ее лучше не беспокоить. Ей нужен покой. Да, а нам-то что делать? А вам нужно сделать так, чтобы Ваша подруга ничего не беспокоила. Я поставил ей капельницу. Если состояние не улучшится, будем решать вопрос к госпитализации. Ну, если что, мой номер у вас есть. Набирайте. Мне пора. Спасибо. 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 О, вот это да. Жесть. Как я так могла вливнуть? Дурацкий скейт. Ого, вот это у меня и вид. Такая бледная. Ну ничего, сейчас мы немножко красоты наведем. Так, где тут моя любимая косметичка? Так. Накрасим губки. Вот так вот. Теперь добавим румяна. Будешь у меня красоточкой. Так, вот. Ну вот, лицо стало обретать привычный вид. Осталось поправить волосы. Вот, красоточка моя. Да, ничего, скоро выздоровеешь. Ну вот теперь я нормально выгляжу. Так, а что же мне делать с собой? Ну, если я стала призраком, значит у меня и способности какие-то есть. Я по-любому должна уметь проходить через стены. Сейчас проверим. Вау, обалдеть. А я еще слышала, что призраки умеют телепортироваться. Сейчас попробуем. Телепортироваться. Вау, получилось. А что это он у нас тут делает? Сыр мой ест, значит. Крыска. Ладно, сейчас я тебе покажу. Что так холодно? Что за фигня? Я же закрывала холодильник. Молодец, молодец. Дверь заела. Что сегодня происходит? Так, телепортироваться могу. Проходить через стены могу. А что если попробовать вселиться в Глента? Прикольно. Получилось. Класс, я могу вселяться в людей. Так, как бы ему насолить? Ноги волосатые. Ого, необычно. Такс. Опа, кастрюлька. Ау, блин. Я же все чувствую. Вау, получилось. Что с ушами? Это больно. Почему я здесь оказался? Так, надо к врачу сходить. Классно, я теперь могу вселяться в пацанов. Офигеть. Беселишься? Ты вообще кто? Ты меня видишь? Я призрак. И я тебя вижу. Офигеть. И как давно ты здесь? Очень давно. Давай дружить. Привет. Я Гриша. А я Риви. Куда подевалась? Ангел Добрович, начинаем с вас. Всем добрый день. Хотелось бы начать с того, что всем и так понятно и очевидно. Гражданка Риви является порядочной и доброй девушкой. Возражаю, Ваша честь, пустословие. Возражение принято. Ангел Добрович, давайте сразу к фактам. Первый хороший поступок. Полгода назад Риви угостила своих друзей пиццей. Настоящий, добрый, искренний поступок. Такое мог сделать только хороший, порядочный человек. Да, это я. Я плохого вообще никогда и никому не делала. Никогда никому и ничего и не делала? Нет. А может ты напомнишь, с чем была эта пицца? Я уже не помню, если честно. Зато я все помню. Уважаемый суд, разрешите предоставить доказательства? Разрешаю. Вот, кусок той самой пиццы, в которую ты добавила табаско. А пицца с табаско, это пранк. Соответственно, сделано это не из добрых побуждений, а для того, чтобы навредить друзьям. Подсудимая Риви, подтверждаете ли вы, что этой пиццей вы пранковали своих друзей? Ну, вообще не особо. Я острое люблю, и поэтому я мальчикам подложила табаско. Ну, это я не специально, честное слово. Гражданка Риви, отвечайте на вопрос. Вы пранковали этой пиццей своих друзей? Нет. Возражаю. Тогда в качестве доказательства съешь этот кусок пиццы. Слабо ведь? Гражданка Риви, можете ли вы съесть этот кусок пиццы? Нет, не могу. Признаюсь, она с табаско. Что и требовалось доказать. Таким образом, в деле гражданки Риви появляется первое доказательство о злых намерениях. Да я же не со зла, я просто по приколу. Не переживай, у меня еще много твоих хороших, добрых дел. Обязательно в рай попадешь. Да не хочу я в рай. Правильное решение. Влад, я тем более не хочу. Верните мне на землю. Прекратить балаган. Простите, ваше честь. Суд объявляет перерыв. Мой хороший, моя прелесть, никому тебя не отдам. Моя ценность. Привет. Ты где была? Да так, мне на небесный суд вызывали. А ты тут что делаешь? Да ничего, не обращай внимания. Ну что, ты готова веселиться? Я тебя уже заждался. А как веселиться? В смысле как? Ты же призрак. Можно проходить сквозь стены, исчезать, появляться, пугать людей. Устраивать пранки и веселиться как следует. Пранки? Ну пранки я люблю. Ну так погнали. Ну все, Риви, я тебе сейчас такое веселье покажу. Ты что делаешь? Блин, забыла, что я призрак. Я же невидимая, еще не привыкла. Предлагаю начать с этого твоего дружка. Как его зовут? Это Влад. Я, когда был человеком, всегда бесился, когда наушники выпадали из ушей. Смотри. Ловко ты придумал. О, так странно. Странно. Ну это весело. Сейчас я попробую. Давай. О, так. Кто здесь? Прикольно, мы его пранканули. А ты быстро учишься. Мне понравилось. Погнали, Глента, покошмарим. А что ты шепотом разговариваешь? Погнали, Глента, покошмарим. Пошли. Как это так вообще? До сих пор не понимаю, как я призраком стала? Да какая разница, что случилось, то случилось. Давай лучше твоего дружка будем кошмарить. Да. А у тебя есть идеи как? Да у меня их тысяча, я здесь столько времени провел. У меня столько идей разных в голове. В смысле? А ты давно здесь? А как так у тебя получилось, что ты на земле остался? Почему тебя ни в рай, ни в ад не отправили? А ты думаешь, там наверху они все честные? Кого-то поблагодарил, кому-то что-то подарил. Так, ну в общем договорился. О, так может и я смогу договориться? Ну если ты хочешь навсегда остаться призраком, могу организовать. Да не, не, не пойдет. Я наоборот, человеку хочу вернуться. Ну, тут сложнее. О, твой дружок. О, холодненький чаечек. Сюда. Владос, тебе чай захватить? Да, принеси. Конечно, захватить. Смотри, что покажу. Э, что такое? Это что такое? Ты майку намочил. А, придется переодеваться. Я несу чай. Прямо в лицо. Ну что, круто получилось? Да, по заслугам ему. Он часто надо мной прикалывается. Так ему и надо. Давай теперь ты его как-нибудь. Слушай, ну, наверное, уже с ней хватит. А то получится, что я жалуюсь, а сама себя так же веду. Ну смотри сама. Я бы того, кто меня в призрака превратил, вообще не жалил. Они? В смысле они меня превратили в призрака? Слушай, ну, вообще не хотел говорить, но, видимо, придется. Ты из-за них стала призраком. Ты когда на скейт встала, они тебя в спину толкнули. Вот ты в стенку-то и врезалась. Бабах, и ты призрак. Ой, а я так и думала. Вот что ты мне подсказывала, что это их рук дело? Ну, пацаны, теперь держитесь. Пойдем со мной. Он в этой комнате. Начнем с простого. Так. Помогай, держи дверь. Вроде переоделся. День какой-то странный. Майку испачкал, Риви упала. Не понял. Что с дверью? Что не открывается? Э, Владос, это ты дверь закрыл? Владос, я не хочу дверь закрыл. Ну, хоре прикалываться. Давай, открывай. Владос, это уже не смешно. Так тебе и надо, Клентик. А что случилось? Что случилось? Не можешь выйти? А кто же тебе сейчас поможет? Держи, держи. Я понял, да? Хотим за дверь заплатить, да? Хорошо. А у меня есть интересное предложение. Сейчас заплатим. Отбегай. Раз, два, три. Ой. Ну, надеюсь, он сильно ушибся. Сейчас опыта наберешься, вообще угар будет. Ладно. Опять здесь. Итак, суд продолжается. На данный момент весы на стороне ада. А это значит, если у вас, Ангел Добрович, не найдется нужных аргументов, то Риви отправляется в преисподнюю. Нет, вы чего? Какая преисподняя? Разрешите, Ваша честь? Разрешаю. Слово предоставляется Ангелу Добровичу. Я по-прежнему настаиваю, чтобы гражданку Риви отправили в рай. Она светлый человек с чистой душой. За ее плечами очень много добрых дел. Имеете ли вы доказательства? Конечно, имею. Разрешите предоставить? Разрешаю. Вот, например, свидетельство доброго дела. На этой фотографии видно, как Риви кормит бездомного котенка. А это, естественно, доброе дело. Идем дальше, Ваша честь. На этой фотографии видно, как Риви переводит бабушку через дорогу. И это еще не все. Риви следит за окружающей средой и экологией. Доказательства? Конечно, конечно. Вот, тут видно, что Риви пользуется эко-пакетами. Правда ли то, что говорит Ангел Добрович? Все чистая правда. Принимается. Я протестую. Это все фотошоп. Есть ли у вас демон злодеянов доказательства этому? Пока нет, но я обязательно найду. Тогда отклоняю. Ваша честь, я еще не закончил. Разрешите предоставить еще один аргумент в пользу рая? Разрешаю, продолжайте. У меня есть неопровержимые доказательства, что Риви должна попасть в рай. Вот. Гражданка Риви очень любит птиц. Заботясь о них, она сама сделала эту кормушку. Это мило с ее стороны. Гражданка Риви, вы действительно сделали это? Да, Ваша честь, конечно. Это очень добрый поступок. Принимается. Ах ты, чертов добрович, решил засветить козыря? Ну ничего, мы с тобой еще пободаемся. Отставить палаган на небесах. Суд объявляет 10-минутный перерыв. Да. О, твой клиент. Будет прикольно это сделать, да. Ну что, готово? Ну, если честно, я немножечко волнуюсь. Да не волнуйся ты. В целом все нормально, только ты Риви в отключке. С другой стороны, тишина, никто не ноет, не обижается. Ах ты, пакет! Ну, сейчас тебе устрою. Да, можно отдохнуть и почилить. Можно насладиться пением птиц. Неплохо. Ой, мне кажется, я немного переборщила. Да не переживай, да очухается. Сейчас мы его уложим, подушечку. Одеялка принеси, кстати. Да, хорошо. Сейчас буду такое местечко организуем. Блин, мне так давно так весело не было. Как здорово, я все провернул. Да и Риви оказалась крутой. Все, как я хотел. Что хотел? Одеяло и подушку, говорю, хотел. Слушай, я знаешь, с чего тут подумал? Тут ему, наверное, неудобно будет. Ну, да. Ты уверен? Конечно, это же весело. И прикинь, он в ванной очнется. Вот удивится. Ну да, весело. Ну что, погнали дальше? А может, подождем, пока он очнется? Да зачем тратить время? Давай отрываться по полной. Ну, погнали. Так, может, душем его обольем? Да не, уже было. Ты его обливал сегодня чаем. Может, льда за шиворот насыпем? Да это скучно, ты еще раз так делала. Ну, предлагай тогда. Есть идейка. Рассказывай, что придумал. Сейчас покажу. Пойдем в мой гардероб. Почему я в ванной? Как я здесь оказался? Ничего не помню. Глент! Надо ему все рассказать. Ну, как тебе мой лук? Отлично выглядишь. Сейчас посмотрим на его реакцию. Так. Что я тут делаю? Что происходит? Почему я в платье? Все, хана. Я что, не понимаю. Опа, а ты куда в таком виде забрался? Я не знаю, я ничего не помню. О, с тобой тоже это происходит? Да это вообще трэш какой-то. Не надевал я это платье? Скажи честно, это твои приколы? Клянусь тебе, я тут вообще ни при чем. С нами происходит что-то странное. Я вообще только что в ванной проснулся и тоже ничего не помню. У меня такая же фигня. Пойду переоденусь. Да. Скажи прикол. Согласна, смешно получилось. Итак, слушанье дела. 777 тысяч 666 продолжается. Ваша честь, я настаиваю на том, чтобы Риви попала в ад. Она злостная хулиганка. Нет, ваша честь, Риви не такая. В раю есть самое место. А ничего, что про нее известно, куча дурных фактов. Бесконечно врала на детекторе лжи. Дала мелочь бездомному. Разбила нос ребенку. Уступила место беременной женщине в метро. Разбила чужую машину. Занималась благотворительностью. Этому имеется доказательство? Пока нет. Доказательств нет. Тогда отклонено. Украла жвачку из магазина. Это наглая ложь, я честный человек. Имеются доказательства? Пока нет. Тоже отклонено. Риви помогала подруге. Поливала цветы, пока то и не было дома. Ха, и что случилось с цветком? Разрешите продемонстрировать? Разрешаю. Она его уничтожила. Тогда разрешите и мне продемонстрировать доброту Риви. Разрешаю. Риви буквально вчера оставила щедрые чаевые официанту. И записала в книгу жалоб отличный отзыв. Поблагодарила каждого работника заведения, пожелав им добра. Принимается. Добрые и плохие дела уравнялись. Вот видите, ваша честь. Им больше нечего сказать. Значит, мне нужно на землю. К сожалению, на данный момент суд не может принять решение, куда же отправить гражданку Риви в ад или рай. Ангел Добрович, есть ли у вас еще какие-нибудь факты в пользу рая? К сожалению, нет, ваша честь. Может быть, вам, демон злодеянов, есть что сказать? Ваша честь, у меня есть железобетонный аргумент в пользу ада. Слушаю. Риви прямо сейчас издевается над своими друзьями, а она над ними насмехается. И это все, потому что они меня пранканули, я упала, и теперь я тут сижу с вами. Стоп, 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 стоп. У меня в деле нет информации, что к падению причастны ваши друзья. Небесный суд все проверил. Так что принимается. На этом обе стороны выслушаны. Суд отправляется на перерыв для принятия решения. Получается, я издевалась над ними просто так? Что же за дичь в этом доме происходит, а? Слушай, Владик, мне еще как назло в туалет приспичило. Так, сходишь, можешь с тобой? Не могу я так. Ладно, давай, ты сходишь, если через пять минут не вернешься, я приду проверю. Потому что все нормально будет. Давай, давай. Отлично. У меня есть целых пять минут. Нужно поторопиться. Надеюсь, ему понравится его новая прическа. Ну, погнали. Ты что делаешь? Отдай сюда. Да что ты, успокойся. Решил над стилем твоего дружка поработать. Нормально, весело будет. Что ты начинаешь? Ну, во-первых, это уже перебор. Я узнала, что пацаны ни в чем не виноваты. Не виноваты? Ну, кто тогда виноват? Не знаю, но точно не они. Все равно, давай в последний раз. Отдай сюда, да отдай. Ну ты зануда. Винал бы, не превращал бы тебя в призрака. Что? Это ты? Ах ты, подъезд! Ааа, летающая машинка! Ааа, где это тебя? Да, это я. Я ужасно жалею, что выбрал тебя. Ты ужасно скучная. Это я скучная? Сейчас я тебе покажу веселье. Иди сюда. Да что, уже? Так, где этот Влад? О, что такое? Владик, ты не поверишь. И я видел летающую машинку для стрижки. Вот эту? Не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь! Иди, меня достаешься! Все, тебе кранты! Ах так! Это что было? Ааа, не знаю. Надо сваливать отсюда. Ты вообще обалдел! Не пугай моих друзей! А ты мне не указ, я вообще делаю, что хочу! Эй! А что делать? Как же с ним справиться? Чего? Погретающая картина! Вспомнила, есть идейка. Ну что? Кому разбить картину о голову? Тебе, может, тебе? Так, куда же он его положил? Пошла. Ты налетай! Бейники, бейники, ели, бейники! А ну стоять! Что ты скажешь на это? Ой, да... А ну верни туда, где взяла! А попробуй догони! Ну, держись! Так тебе и надо, призрак! Нееееее! Ес, получилось! Финальное заседание суда по делу гражданки земли Риви. Согласно последним событиям, Риви посодействовала поимке призрака-беглеца. Это можно расценить как доброе дело. Таким образом, весы уравниваются. И что же мне делать? Сторона рая, если у вас что-нибудь добавить. Нет, ваша честь. Сторона ада. К сожалению, нет, ваша честь. В связи с недостачей доказательств, с обеих сторон суд постановил отправить гражданку Риви на землю и дать ей еще один шанс на однозначно правильную или неправильную жизнь. Будем на связи. Удачи. Ура! Спасибо вам огромное, я вас не подведу. Ну что, возвращайте меня, может быть? Давай в шкаф спрячемся. А с этой что делать? Ты можешь забрать ее и бежать куда-нибудь. Мне не знаю, сказали, что ей нельзя двигаться. Может реально в шкаф просто спрячемся и все? Ой-ой-ой. А тут не открывается. Парни! 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 Да вы не переживайте, уже все хорошо. Что хорошо? А ты откуда знаешь? Успокойтесь, не переживайте, все в порядке. Не нужно никуда собираться. Так от тебя вроде и не ждать. Стоп, стоп, пока ты не забыла, расскажи, как там в потустороннем мире? Ой, ребята, если я вам расскажу, вы мне не поверите.